Ламповый Алтай Алтай получил широкий спрос у покупателей. В 1946 году был продан первый радиоприемник. Но уже в 1947 производство Алтая прекратилось. Радиоприемники начали массово выпускать в Берске. В музее говорят, что с тех пор не осталось даже схем приемника. Никто не знает имя его создателя. Но Алтай до сих пор звучит и волнует любителей лампового звука. Звук более мягкий. Естественно, там нет, скажем, высоких частот, низких частот, но он действительно, как вы сказали, он бархатный. Он приятный на слух. Он не раздражает. Школьники на экскурсии не такие искушенные меломаны, но даже их ретро-приемники не оставляют равнодушными. Вызывает чувство, что эта вещь старше меня, и я ее уже не застал. Ее слушали мои прадеды, деды, бабушки. И сейчас я могу все послушать в интернете, либо на телефоне. А вот это раритет. В музее говорят, что сегодня известно только о четырех сохранившихся радиоприемниках Алтай. Но чем реже они встречаются, тем ценнее экспонат. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok